МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на 12-м канале. Час новостей в студии Анна Черных сегодня в выпуске. После отдыха за рубежом на больничный. Как правильно оформить пособие тем, кто попал в самоизоляцию? Детские сады в Омске не будут работать всю следующую неделю. На карантин уходят и автобусы. Как будет курсировать общественный транспорт? Приговор для короля в наличке. Денежные средства были похищены путем использования ряда противозаконных схем. Станислава Мацелевича и его подельников отправили в колонию. Держали в погребе. Ради 4 миллионов в Омске будут судить преступников, которые избили и похитили трех мужчин. И перенесли впервые за 17 лет. Организаторы назвали новые сроки проведения тотального диктанта. В регионе вводят новые ограничения, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса. Александр Бурков подписал распоряжение. На время режима повышенной готовности все мероприятия, в которые участвуют больше 50 человек, должны отменить. Это касается не только развлекательных событий, но и деловых встреч, соревнований и выступлений артистов. Работа кружков и секций также будет остановлена. Культурно-досуговые центры прекратят принимать посетителей. Закроются кинотеатры и ночные клубы. В общепитах будут обслуживать посетители из расчета не более 30% от количества посадочных мест. В сфере торговли должны расширить возможность дистанционного заказа товаров. Что касается телекоммуникации и связи, строго запрещено отключать интернет даже при отрицательном балансе пенсионерам старше 65 лет. Ну а руководители образовательных организаций с 4 апреля должны обеспечить ученикам доступ ко всем необходимым электронным ресурсам, чтобы никто не отстал от программы. Тем временем, случаев заболевания коронавируса в нашем регионе по-прежнему нет. По последней информации областного Минздрава, на карантине сейчас 3577 мечей. 17 человек в инфекционной больнице СОРВИ. Также, по данным ведомства, 645 человек уже закончили пребывание на карантине. Они здоровы и ведут привычный образ жизни. В России за последние сутки зарегистрировано 182 новых случая коронавируса в 18 регионах. В Бурятии диагноз поставлен впервые. Зарегистрированы два летальных исхода. Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе. С субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля большая часть жителей страны официально будет отдыхать. Приятным зарплата сохранится. Об этом сообщается на сайте Кремля. О том, что трудящихся ждут длинные выходные, президент объявил накануне. Самое безопасное, сказал Владимир Путин, сейчас побыть дома. Указ не распространяется на сотрудников организации жизнеобеспечения. Больницы, аптеки, банки, магазины, экстренные службы будут работать в штатном режиме. Что касается органов власти и СМИ, им предстоит определить сотрудников, которые продолжат трудиться и на следующей неделе. Также президент подписал указ о переносе единого дня голосования по поправкам в Конституцию. Ранее его планировали провести 22 апреля. Владимир Путин отметил, это очень важное для страны событие, но сейчас здоровье россиян превыше всего. У всех вернувшихся в Россию будут прямо в аэропорту брать анализ на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Напомню, ранее стало известно, что Россия полностью прекращает авиасообщения с другими странами. Ограничения начнут действовать с завтрашнего дня. Будут отменены как регулярные, так и чартерные направления. Исключениями станут лишь рейсы для вывоза россиян за границей. Больше полутысячи омичей, которые вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, сейчас на самоизоляции, уже оформили больничный лист. Как это сделать и кто заплатит за затянувшийся отпуск, сегодня рассказали представители фонда социального страхования и регионального Минздрава. Итак, есть два варианта оформления больничного. Они сейчас на ваших экранах. Первый – личное обращение в Роспотребнадзор. Второй – больше актуален для тех, кто, например, работает в Омске, а застрахован в другом регионе. На сегодняшний день нам поступило 505 листов в обработку. Мы 94 уже обработали и уже 84 тысячи мы оплатили. Лист выдается всем. Но оплате подлежит только работающим застрахованным гражданам. И оплата производится из средств, которые формируются в фонде социального страхования и страховых взносов. Деньги выплачиваются напрямую из фонда соцстраха. Омск уже несколько лет работает по такой схеме, а вот для некоторых регионов это в новинку. Там средства выплачивал работодатель, а уже потом получал компенсацию из ФСС. Еще одна особенность больничных, выданных из-за карантина, оплачиваются они частями. Через пять рабочих дней придет аванс. Оставшиеся деньги перечислят после закрытия листка нетрудоспособности. Также стоит учитывать, что если дни, проведенные в самоизоляции, выпали на отпуск, оплаты за них не будет. Продлить отпуск в связи с больничным также не получится. По окончании нерабочей недели омичам посоветовали продолжить работать на удаленке. Такие рекомендации дает омский штаб по борьбе с коронавирусом. Для того, чтобы перейти на дистанционный режим, нужно заключить дополнительное соглашение с работодателем. При этом уменьшить размер зарплаты можно только, если сотрудник будет работать меньше нормы, установленной ранее. Сохраняется и возможность ухода в отпуск за свой счет, если согласится руководство и можно перенести на более ранние сроки, чем планировалось. Вопросы о мячей по соблюдению трудовых прав и оплаты труда принимают на горячей линии. Ее номер вы сейчас видите на экранах. Онлайн-консультацию можно получить и на сайте Роструда. Детские сады в Умске с понедельника 30 марта закроют на недельный карантин. Об этом сообщила глава регионального Минобора Татьяна Дернова. Будет приостановлена работа не только государственных, но и частных детсадов. Работодатели на этот период нерабочего времени простраивают рабочий график так, чтобы те, у кого есть дети дошкольного возраста, находились со своими детьми дома. Точно так же, как я. Работодатель в Министерстве образования, у руководителей подведомственных учреждений. Про нас, про органы исполнительной власти сказано так, что остается то количество работников, которые обеспечат функционерные органы исполнительной власти. И все мои мамочки с детьми-дошкольниками, конечно, в это время будут находиться дома. А вот у школьников каникулы продлятся вплоть до 6 апреля. После ребят переведут на удаленное обучение. Его организуют с помощью мессенджеров, электронной почты и портала дистанционного образования. Тем, у кого нет доступа в интернет, задания раздадут заранее на бумаге. Изменения в учебном процессе на продолжительность летних каникул не повлияют. В соцсетях и чатах тем временем стала распространяться информация о том, что родителей будут штрафовать за появление детей на улицах. Якобы сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят рейды. И при обнаружении подростков в торговых центрах, автобусах и других общественных местах их мамам и папам будет грозить административное наказание. В полиции эту новость назвали фейком. В мэрии рассказали, как во время карантина будет работать общественный транспорт. Количество автобусов на магистралях планируют уменьшить. Пассажиропоток снизится. Поэтому выводить такое количество автобусов на линию бессмысленно. Курсировать они будут по расписанию выходного дня. Чтобы точно знать, когда придет транспорт, в департаменте порекомендовали установить мобильное приложение ХАБ. ЗАГСы продолжат расписывать омичей. Узаконить свои отношения жители региона смогут, но молодоженам рекомендуют отказаться от проведения торжественной церемонии. Если это невозможно, число человек в зале ограничат до 10, включая работников ЗАГСа. Выездные регистрации отменены. Без любимых программ на карантине не оставим. 12 канал с понедельника запускает масштабный телевизионный марафон. Каждый день зрителей ждет 12-часовой прямой эфир с новостями, авторскими передачами, прямыми трансляциями. Омичи смогут посетить выставки, увидеть театральные постановки омской драмы и концерты филармонии. Все это не выходя из дому. Узнать можно будет и о том, как проводят время другие люди в самоизоляции. Скучать точно не придется. Встречаемся в понедельник в 9 утра на 12 канале. Омские врачи попросили жителей не выходить из дома. Медики курбольницы имени Кабанова присоединились к флешмобу, в котором участвуют врачи со всего мира. Они сфотографировались с листами бумаги, на которых написано «Мы остаемся здесь ради вас». Пожалуйста, останьтесь дома для нас. Флешмоб также поддержали в Омской поликлинике номер 10 и онкодиспансере. Медики просят, чтобы к ним не приходили посетители, поскольку их пациенты в особой группе риска. Запустили флешмоб «Останься дома» несколько дней назад врачи из Малайзии. И вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску, смотрите в 19.30. Сменили гантели на пульты от телевизора. Омским спортсменам приходится коротать время в четырех стенах. Виталина Бацарашкина попала на карантин после сборов в Азербайджане. Я уже лет пять ждала такого отдыха, чтобы меня никто не тревожит. Не потеряют ли спортсмены форму во время карантина и что намерены сделать власти, чтобы омичи достойно представили страну на будущих турнирах, расскажет Никита Гайдаш. Перед боем в клетке, битва в Инстаграме. В сети продолжается конфликт между Александром Шлеменко и Александром Емельяненко. Емельяненко продолжает подливать масло в огонь и говорит о цене поединка, которую якобы озвучил Шторм. К чему приведет этот сетевой спарринг и есть ли шанс, что бой все-таки состоится, Юлия Думанова выясняла. Первомайский районный суд сегодня вынес приговор королю об наличке. Так известного бизнесмена Станислава Мацелевича прозвали журналисты. Среди пострадавших от рук Мацелевича и Коза стройщики по всей России. Около двух тысяч фирм, в том числе и те, что возводили дома на деньги дольщиков. Некоторые обанкротились, а люди не дождались своих квартир. Юлия Думанова продолжит. Заседания в закрытом режиме из-за карантина в суд пускают только по спискам. Материалы этого уголовного дела измеряют даже не томами, а коробками. Полторы тонны документов. Только обвинительное заключение больше 13 тысяч страниц. За время следствия, а это 4 года, Станислав Мацелевич сильно похудел. Все это время находился в СИЗО, но, кажется, не унывал. Вместе с подельниками растратил деньги клиентов, созданные ими страховой компанией. Всего полмиллиарда рублей пострадали дольщики по всей России. Денежные средства были похищены путем использования ряда противозаконных схем, включающих списание денежных средств расчетных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям, выплаты дивидендов, оплаты агентского вознаграждения по фиктивным договорам. Станислав Мацелевич жир, что называется, на широкую ногу. Несколько коттеджей. Один из них больше тысячи квадратных метров. Другой стилизован под замок с башнями и водоемом. 20 земельных участков, 3 катера, 3 автомобиля. Разводил лошадей элитных пород. Имущество Мацелевича, его сообщников и компании арестовано. Его оценили в 210 миллионов рублей. Значит, потерпевшие смогут рассчитывать на компенсацию. Самого короля обналички приговорили к реальному сроку 5 лет колонии. Плюс штраф 800 тысяч рублей. Гособвинение просило для короля обналички более сурового наказания 9,5 лет заключения. Описательной мотивировочной части мы пока не увидели. Приговор будет выдан в понедельник в 2 часа. Только после изучения основных частей приговора можно будет сделать вывод о возможности, необходимости обжалования, либо, соответственно, такие действия не предпринимать. Мацелевич все время, пока шло расследование уголовного дела, находился под стражей. Это 4 года. По сути, весь срок, к которому его сегодня приговорил суд и даже больше Мацелевич уже отсидел. В СИЗО день засчитывается. За полтора. Но о том, что он выйдет на свободу, речи нет. К сегодняшнему сроку может добавиться новый. Еще одно уголовное дело рассматривает Центральный районный суд. По версии следствия, Мацелевич и его подельники через фиктивные фирмы обналичили 9 миллиардов рублей. За свои услуги брали не меньше 3,5%. Именно за это дело его и прозвали королем обналички. Только по одной статье ему грозит до 20 лет колонии. Юлия Думанова и Дмитрий Хромцов. 12 канал. В Омске будут судить банду, которая избила и похитила трех мужчин. Все произошло в январе прошлого года на одной из городских АЗС. Обвиняемые напали на троих знакомых мужчин, сбили их и, угрожая зажигалкой, похожей на пистолет, посадили в автомобиль. Одному из потерпевших удалось вырваться и убежать, остальных увезли в гараж и всю ночь держали в погребе. А после заставили подписать документы на передачу более чем 4 миллионов рублей. Сейчас обвиняемые под стражей, суд должен начаться в ближайшее время. Тотальный диктант перенесли на осень. Стала известна точная дата проведения всероссийской просветительской акции. Это 17 октября. Из-за ситуации с коронавирусом привычные сроки изменились впервые за 17 лет. В автопробег, посвященный тотальному диктанту, его участники отправятся в сентябре. А регистрация на площадке начнется 8 октября. Впрочем, написать диктант 4 апреля все желающие все же смогут онлайн. Организаторы акции проведут марафон, который будет состоять из лекций, демо-версий, проверочной от Андрея Геласимова, автора текстов и работы над ошибками. Омская область остается одной из самых безопасных в Сибири уровень. Преступности в регионе снизился на 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня рассказал глава омской полиции на пленарном заседании областного парламента. Подводя итоги работы за 2019 год, он отметил, в регионе совершено меньше убийств, разбоев, грабежей, квартирных краж и других правонарушений. При этом набирает обороты интернет-мошенничества. Сейчас каждое четвертое преступление совершается по телефону или через глобальную сеть. Доверчивые амичи за год потеряли 190 миллионов рублей. Рассмотрели парламентарии и ряд социальных законопроектов. Так, поправки к закону об охране здоровья позволят сделать прозрачнее образование цен на лекарства для пациентов с редкими заболеваниями. Другой документ уточняет требования к работодателям, нанимающим на работу людей с особенностями здоровья. Решение принято о том, сегодня законодательным собранием, что теперь информация о вакантных местах для людей с ограниченными возможностями, для инвалидов, должна работодателем представляться максимально широко в сети интернет, в средствах массовой информации. И это требование будет контролироваться в том числе и прокуратурой, потому что разработчиком совместного этого закона выступает как комитет по социальной политике, так и прокуратура Омской области. И сегодня же на заседании парламентария окончательно утвердили закон, запрещающий продажу электронных сигарет, а также вейпов, снюса и его аналогов несовершеннолетним. Авторы инициативы отметили, употребление бестабачных никотиновых смесей негативно сказывается на работе сердца, обмене веществ и нервной системе, а также может привести к другим серьезным проблемам со здоровьем. Особенно вейпы и снюса опасны для детей. Нарушителей закона ждут крупные штрафы до 50 тысяч для должностных лиц и до полумиллиона для фирм. Новым прокурором Омской области стал Николай Студеникин. Его кандидатуру сегодня единогласно утвердили депутаты регионального ЗАГС Собрания. А накануне руководителя ведомства представили губернатору. Александр Бурков и Николай Студеникин обсудили основные направления дальнейшей работы. Глава региона особо выделил тему экологического контроля, а также состояние городских магистралей. На пост главы ведомства Студеникина утвердила Генеральная прокуратура России. До этого он занимал должность первого заместителя прокурора Калужской области. Три игрока Омского авангарда вошли в топ-50 российских хоккеистов. Список составили журналисты одного из федеральных спортивных изданий. Выше всех из действующих ястребов в рейтинге взлетел Вячеслав Войнов. 28-я строчка. Кирилл Семенов занял 38-е место. Кстати, он впервые в этом году попал в топ-50. И еще один представитель омской команды Сергей Шумаков оказался на 42-м месте. Отмечу, что также в рейтинг игроков включили бывшего нападающего омских ястребов Илью Михеева, который прошлым летом перешел в Торонто. Ему досталась 21-я позиция. Ну а возглавили топ-50 игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге. Артемий Панарин, Никита Кучеров и Евгений Малкин. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Завтра, 27 марта, по области Ивомске переменная облачность, снег с дождем. Температура воздуха в городе в ночные часы минус 4, минус 5, днем до плюс 1. В районах ночью минус 2, минус 4, днем потеплеет до плюс 3. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. На этом пока все. Итоги дня подведем в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова